МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Порядок и красота. Подведены итоги конкурса на лучшее благоустройство прилегающей территории. Скажем, нет наркотикам. Вопросы профилактики употребления психоактивных веществ и алкоголя обсудили у Муравленко. Петь, рисовать и танцевать в комфортных условиях. В учреждениях культуры подводят итог ремонтных работ. Все ли успели сделать в срок? Губернатор Дмитрий Кобылкин объявил народную сверху списков ветеранов-участников героев Великой Отечественной войны, которые уходили на фронт с Ямала, и фронтовиков, которые в послевоенные годы трудились на Крайнем Севере. По итогам этой работы их имена будут увековечены в мемориальном комплексе «Парк Победы» в Селихарде. Согласно официальным данным, в действующую армию с Ямалоненецкого автономного округа только в период с 1941 по 1945 годы было призвано 8982 человека. Эта работа не может быть только внутриведомственной. Ее необходимо сделать максимально открытой, привлекая к сбору информации о героях Великой Отечественной войны школьные коллективы, производственные краеведческие музеи, отдельные семьи каждого человека. Только так мы сможем быть уверены, что никто не забыт, и что память о Великой Победе смогут сберечь и наши дети. В результате этой работы мы должны получить по-настоящему «Народный список героев», – сказал Дмитрий Кобылкин. В Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города подвели итоги конкурса на лучшее благоустройство прилегающей территории. Это ежегодное мероприятие, и в этом году призы разыгрывались в трех номинациях – лучшая организация социальной сферы, промышленное и торговое предприятие. Но в прошлой неделе специальная комиссия оценила труды участников конкурса, а накануне были подведены итоги. Итак, среди социальных организаций первое место занял коллектив детского сада «Сказка». На втором месте с отрывом всего в один балл детсад «Олененок» и на третьем «Золушка». Среди промышленных предприятий бесспорным лидером стал «Днепр». На второй строчке «Ямалсервисцентр» и далее идет «МУП МПГС». Победу среди торговых организаций одержал магазин «Евродизайн». На втором месте «Золотой саквояж». Третье место в этой номинации жюри не присудило никому. А завтра, 30 августа, специальная комиссия проверит учреждение культуры на готовность к работе после ремонта. В этом году городской казне он обошелся в 14,5 миллионов рублей. Все ли удалось сделать и где работы еще не закончены в следующем материале выпуска. Капитальный ремонт в муравленковских учреждениях культуры провели в детской школе искусств и в клубном заведении «Лира». В школе искусств ремонт производила строительная компания «Север». Процесс длился почти 3,5 месяца, с середины мая. На данный момент работы завершены и коллектив готовится к предстоящей 30 августа проверке приемной комиссии. На объекте отремонтирована кровля, произведена облицовка фасада здания. Внутри поменяли напольное покрытие, привели в соответствие с требованиями электросети и пожарную сигнализацию, навели порядок в классных помещениях. Все это обошлось в 11 миллионов рублей. К подрядчику претензий никаких не было? В процессе работы, конечно, они были. Но у нас, что касается в отношениях между заказчиком и подрядчиком, заказчиком данного капитального ремонта у нас выступает управление коммунального заказа, все устранялось в ходе ремонта. В «Лире» ремонт пока продолжается. Производство работ ведет строительная фирма «Стройград». Уже завершено оформление фасада и ремонт кровли. Теперь строителям предстоит изменить внутренний облик клубного учреждения. Ремонт «Лиры» обойдется городу в 4 миллиона. Сравнительно небольшой объем финансов – 500 тысяч рублей – был освоен в ходе плановых работ. В детской художественной и музыкальной школах провели текущий косметический ремонт. Что касается других учреждений культуры – это библиотека, музей, ритм – то они точно так же прошли небольшой косметический ремонт, подчистили себя немножко, поскребли, прибрали, что-то списали лишнее, ненужное, и точно так же готовы к осенне-зимнему периоду. Приемка учреждений управления культуры пройдет 30 августа. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. Вопросы профилактики употребления психотропных веществ и алкоголя в Муравленко обсудили представители системы учреждений профилактики и журналисты городских средств массовой информации. О чем шла речь на пресс-конференции, расскажет Эрнест Бавшин. На диспансерном учете в наркологическом отделении городской больницы под данным за первое полугодие 2013 года находится 539 человек. Это взрослые люди, которые уже имеют алкогольную зависимость. Еще 61 человек состоит на учете с диагнозом наркотическая зависимость. И хотя в это число не входят дети и подростки, это не говорит о том, что таковых в нашем городе нет. Уже то, что в текущем году были зафиксированы случаи употребления подростками курительных смесей и веществ токсического действия, говорит о серьезности положения. В текущем году зафиксировано 4 случаи употребления подростками курительных смесей. И подобной ситуации не наблюдалось муравленка в течение последних нескольких лет. Последний случай произошел в 2011 году. Рост идет и по количеству подростков, употребляющих токсические вещества, в частности паров бензина. Я, например, отмечаю, что обычно бывает вспышка после каникул. То есть поехали на Землю, где это распространено. И, во всяком случае, пары бензина и прочее употребление токсических веществ на Земле распространено больше. То есть у них эти цифры, они очень всегда удивлялись, что у нас такие маленькие цифры. Ну, то есть или вообще не было промежуток. Поэтому вот этот момент приезжает и привозит новинки. То есть я думаю, что вот сейчас, может быть, в сентябре, в октябре даже еще добавится к этим. Потому что съездили в отпуск и получили себе новые впечатления, которые тут же их опробуем. На увеличение случаев токсикомании среди подростков влияет еще и эффект от ограничения продажи алкоголя. Молодежь ищет новые способы отдохнуть. И здесь в пору начать говорить о введении запретительных мер по продаже бензина подросткам в торговых точках. Что касается возраста, то среди взрослых злоупотребляют алкоголем люди от 30 до 40 лет. То есть самое трудоспособное население. А средний возраст подростков-токсикоманов 13-14 лет. В большинстве своем это мужчины. И еще одна тенденция, которую отмечают специалисты, все чаще употребляют ПАВ дети из вполне благополучных семей. Мы даже проводили такие, так скажем, анализировали эти ситуации, смотрели какие-то семьи и так далее. Вот действительно парадокс, что это были семьи, которые ни на каких видах учета абсолютно не стояли. Действительно положительные семьи, папы, мамы. То есть работающие, характеризующиеся положительно и прочее. Вот такая ситуация. Мало того, повторю еще раз, что это дети, которые занимались в школе, которые занимались очень активно спортом, не просто занимались там общими видами спорта, а у которых даже были какие-то достижения спортивные. То есть они на соревнования выезжали. Вот такие бывают ситуации. Тем не менее, ситуацию с употреблением психоактивных веществ в городе нельзя назвать критической. Но успокаиваться не стоит. Поэтому органы профилактики по-прежнему активно работают и в этом отношении город Муравленко является пионером в округе по внедрению новых форм деятельности. Впервые на Ямале в нашем городе вели практику встреч специалистов с родителями воспитанников детских садов, потому как основа воспитания закладывается в семье и именно в раннем возрасте. И, как показывает практика, для большинства молодых мам и пап многие слова специалистов становятся открытием. Они активно принимают участие в беседах, задают вопросы и живо интересуются всеми вопросами профилактики употребления табака, алкоголя и наркотических веществ с детьми. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. Что несет в себе закон об образовании? В преддверии начала учебного года педагоги обсуждают новые права и обязанности участников образовательного процесса. На педагогическом совете побывала Татьяна Сорокина. На педсовете шестой начальной школы сегодня бурно обсуждают закон об образовании, который вступит в силу с нового учебного года. Обсуждение проходит уже не первый раз. Сейчас педагогам предстоит скорректировать свою работу, внести предложения в акты, план работы школы и программы, а также вспомнить еще раз те моменты, которые касаются непосредственно деятельности самих преподавателей. На первых классных собраниях учителям предстоит ознакомить с законом и родителей учеников. До того, как возникла идея о новом федеральном законе, в школах проводилась уже работа и велась та деятельность, которая чутко не была оговорена и регламентирована. Вот новые статьи закона, например, такие как экспериментальная инновационная деятельность, сейчас являются очень хорошим подспорьем в работе. Права и обязанности обучающихся и их родителей, законных представителей. Те противоречия, которые существовали в законопроекте, были ликвидированы. И теперь, говорят специалисты, закон на самом деле будет служить педагогу-помощникам в повышении качества работы. В современном, в грамотном обществе с детьми должен работать грамотный педагог, который владеет методикой, который владеет технологиями, который умеет применить ту или иную форму, выбрать то или иное средство для обучения и развития ребенка. В нашей школе есть коррекционные классы. Скажем так, это непростая работа. Детки требуют большого внимания, много сил прикладывается педагогами к образовательному процессу, вообще к той деятельности, которая ведется в этих классах. Здесь, конечно, нужно быть во всеоружии, для того, чтобы не навредить ребенку. Конструктивный диалог, а не просто констатация фактов или отчет. Такова цель организаторов, чтобы учителя вышли из спецсовета с четким представлением о том, чем будет заполнен их учебный процесс в течение года. Татьяна Сорокина, Вадим Брачек. Новости нашего города. Сугмут продолжает развиваться. Месторождения начали разрабатывать в 1995 году и за 18 лет здесь добыли уже порядка 75 миллионов тонн нефти. Разработкой занимаются нефтяники 14-го цеха добычи. Накануне в нефтедобывающем подразделении побывала наша съемочная группа, рассказывает Эрнаст Бавшин. Начальник 14-го цеха добычи нефти и газа Леонид Акапьян отмечает, что Сугмутское месторождение по увеличению запасов нефти относится к категории крупных месторождений. Здесь всего один продуктивный горизонт и ежесуточно цех добывает порядка 1800 тонн нефти в общую копилку «Газпромнефть» Муравленко. Сугмутское месторождение одно из самых изученных по геофизическим методам исследований. Вся наша дополнительная добыча заключается в бурении новых скважин, проведении залезок боковых стволов, но в этом году эти мероприятия запланированы в небольшом количестве совсем. Сегодня в цехе трудится 60 человек, разделенных на три бригады добычи. Площадь Сугмутского месторождения имеет вытянутый вид, его длина составляет 90 километров, ширина 15. Зона ответственности 14-го цеха – ровно половина Сугмута. На его второй части работает 15-й цех добычи. Месторождение находится в переходной стадии разработки между третьей и четвертой. В этом году было пробурено три новых скважины с уточным дебетом порядка 30 тонн и проведено две зарезки. Одну зарезку мы запустили 20 тонн и вторая зарезка в данный момент на ней проводятся работы по запуску. До конца года на месторождении планируется обустроить еще одну кустовую площадку, на которой пробурят три горизонтальные скважины с применением технологии многостадийного гидроразрыва пласта. Буровая компания «Интегра» начинает мобилизацию буровой установки. Ввод новой кустовой площадки позволит цеху выполнить намеченные бизнес-планом показатели по добыче. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. И в завершение выпуска коротко о том, что интересного для своих читателей подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника». Для работы на олимпийских объектах в Сочи не хватает людей, поэтому Орбкомитет отбирает кандидатов по всей стране, а не только в регионах, ближайших к Черноморскому побережью. Как получить опыт работы на Олимпиаде? Читайте на первой странице свежего номера СН. В Ноябрьске прошел итоговый конкурс профмастерства среди рабочих профессий, блока разведки и добычи компании «Газпромнефть». За право называться лучшими в своем деле в течение двух дней боролись 69 участников, представляющие 9 дочерних предприятий из России и впервые из Сербии. Подробности в репортаже на четвертой странице газеты. Внешний вид бывает обманчив. Покупая подержанный автомобиль, проведите тщательный осмотр. А как это сделать, узнаете из инструкции на девятой странице еженедельника. Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. На сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» «Газпромнефть» – надежный ориентир. 30 августа в Салихарде плюс 12, ветер южный до 5 метров в секунду. В ноябрьске 13 градусов тепла, южный ветер до 2 метров в секунду. В Муравленко 30 августа плюс 12, ветер юго-западный до 4 метров в секунду.